Девушки отдыхают С этого момента мне показалось, что я оживаю Он говорил более часа с большим умилением, нежели обыкновенно После службы он возвратился домой и поел весьма мало Вечером он снова проповедовал перед многочисленной аудиторией А на другой день встал до света, чтобы с новой силой продолжать исполнять свои обязанности Возможно бывает породить весьма определенные чувства надежды И сообщить им определенные направления, заставляя больного ждать верного результата Употребления лекарства, в которые он верит Но которые сами по себе совершенно безразличны Вот факты доказывающие, что эта практика может иметь полный успех Доктор Лисл, один из французских врачей, в особенности признавших Что важно бывает действовать на воображение Он составляет, говорит он, оно составляет, говорит он, более могущественное и более ценное средство Нежели все лекарства Он принял способ лечения, единственно основанный на употреблении шариков из хлебного мякиша Результаты которого он достигал таковы, что мы можем их предвидеть на основании изложенных нами принципов Пилюли, которыми он пользовался, покрыты были тонким слоем серебра И разделялись на две группы Посеребренные пилюли антинервные и пилюли слабительные Ему пришлось лечить ипохондрика, который воображал себя жертвой упорного запора Между тем, как на самом деле отправления его кишок были правильны Этот больной принимал всевозможные слабительные И, как он уверял, никогда не достигал никакого результата Доктор Лисл отказался прописать ему другие лекарства В последствии чего ему пришлось постоянно выносить от этого больного несправедливую докуку Однажды, наконец, выведенный из терпения, он, казалось, сдался на его просьбы И объявил, что намеревается дать ему наиболее сильное слабительное из известных ему Которое, наверное, очень повредит больному Ипохондрик с величайшим удовольствием послушался назначения доктора Лисл Прописавшая ему пять своих слабительных пилюль Через четверть часа, одну после другой После третьей действие было полное И в продолжении семи часов больной более двадцати раз имел стул Больной был в восторге от успеха этого нового слабительного Несмотря на то, что его слабило до того, что он впал в состояние глубокого коллапса Который доктор Лисл сравнивает с наиболее интенсивным припадком холерины Нужно прибавить, что это происшествие произвело кризис в состоянии больного И послужило для него началом выздоровления от его помешательства Сэр Джон Форбес закончил замечательную статью о новой медицине Некоторыми практическими указаниями Во всех тех случаях, когда лекарство прописывается для формы Чтобы успокоить душевное состояние больных А не с целью прямо произвести терапевтическое действие Всегда нужно стараться поощрять назначение самых простых, слабых и даже совершенно безразличных лекарств Которые не могли бы расстроить организму Можно с точностью направить внимание на больную часть тела Достигая одновременно с этим верного результата И не прививая даже к употреблению безразличных лекарств Доктор Карпента приводит этому множество превосходных доказательств А один господин, немного ипохондрик Принимал ежедневно слабительный, чтобы вылечить запор Который являлся у него как последствия сидящего образа жизни Так как лекарства более не действовали Больной отправился за советом к доктору Который посадил его перед собой Который обнажил ему живот И велел ему обратить особенное внимание на те ощущения, которые он будет испытывать Этот врач действовал на ожидание Уверяя больного, что кишки начинают функционировать Он стал водить пальцем по направлению петель ободочной кишки и тонкой Таким образом, чтобы направить и самые идеи в ту же сторону Опыт весьма скоро удался И в продолжении некоторого времени кишки продолжали свободно функционировать Так что не нужно было прибегать к лекарствам В заключении этих рассказов о силе психологического лечения Мы от себя должны сказать, что есть такие повреждения организма Такие болезни и страдания Которые никакой силой воображения не могут быть излечены Только одна всемогущая сила Божия исцеляет эти болезни Факты психологического исцеления некоторых болезней далеко не всех Которые поэтому иногда повторяются снова Указывают на то, что Господь так премудро устроил дух и тело человека Что вполне допустимо воздействие духа на тело Возможное соотношение, на почве которого могут проявляться самые разнообразные действия И влияние божественного промысла на душу и тело человека Священник Григорий Дьяченко Приложение О взаимодействии между душой и телом По учению Блаженного Августина Блаженный Августин почитает посредника между душой и телом свет и эфир Говоря таким образом, он делает несколько понятнейшим для нас отношение души к грубой материи Но вопрос об отношении души вообще к материи он не решает удовлетворительно Потому что свет и эфир, несмотря на свою утонченность, признаны предметами материальными Естественнее предположить, что душа действует на тело посредством физических сил Которые хотя не иначе действуют, как в материи Но не заключают в себе ничего материального Одну из таких сил именно электричество И почитают теперь началом, производящим движение в нервах По всех частях нервной системы Всякого животного проходит, говорит Дюбуа Рейман Электрические токи То же самое совершается во всех мускулах животного Эти токи претерпевают определенные изменения в ту минуту, когда в нерве имеет место процесс Посредствующий при движении и ощущении А в мускуле при сокращении Подобного предположения Блаженный Августин не мог сделать Потому что естественная наука в его время ничего не знала об электричестве Но несмотря, однако же, на этот недостаток Система его, во всяком случае, может быть названа лучшей Не только Аристотелевой Но и тех систем, которые были придуманы По возрождению философии именно Декартом и Лебницем Сочинение профессора Скворцова Блаженный Августин как психолог Для чего дано тело? Если в основе всего мироздания лежит не материальная, а духовная сущность А следовательно и мы живы не материи, не хлебом единым А то и внутренней сущностью, называемой человеком В себе душою То для чего тогда нам дано тело? Если весь смысл жизни человеческой не в теле, а в душе Не в отыскании и удовлетворении телесных потребностей А в раскрытии нравственных идеалов Заставляющих человека пренебрегать своим телом Убивать его медленной смертью То не лучше ли вместо того, чтобы умерщвлять его Постепенно убить его сразу? Тело у человека играет по отношению к его душе Такую же роль, как у и свеча По отношению к своему пламени Так что тело у человека существует для того же Для чего у свечи стеорин И как весь смысл свечи не в стеорении, а в пламени Так и весь смысл человеческой жизни Коренится не в теле, а в духе Может быть и было бы лучше, если бы огонь мог проявить себя То есть светить людям и согревать их Без затраты горючего материала А как-нибудь иначе Может быть и было бы лучше Если бы наша духовная сущность Проявляющаяся в нас в виде любви и разума Могла бы проявлять себя, то есть осмысливать и улучшать нашу жизнь Без затраты нужного для нее материала То есть без самоотвержения и самопожертвования А как-нибудь иначе Но как нет на земле силы, которая проявлялась бы и развивалась без затраты соответствующего материала Так и известное нам отношение духа к материи, души к телу Остается неизменным и непоколебимым Но могу сказать, что мой пример свечи есть только сравнение Указывающее на данное отношение тела к душе А не доказывающее его необходимость Что, пожалуй, еще можно допустить, чтобы тело играло роль материала Но по отношению к чему еще неизвестно Ибо мало ли что, кроме любви к ближнему, служат причины самопожертвования Может быть это слава, страсть или, наконец, желание освободить дух от оков тела Но как свеча или дрова могут уничтожаться от причин, не имеющих ничего общего с назначением этих предметов Например, могут быть истребляемы мышами или пожаром, гниением и тому подобное Также и плоти кров человеческие тоже могут уничтожаться людьми под влиянием посторонних причин Страстей, пресыщения, скуки И таким образом человек будет умирать полуживотной, а не человеческой смертью Что же касается до вопроса самоубийств, то каким бы способом оно ни производилось Умышленным или неумышленным Все же оно сводится не к чему иному, как к преступному уничтожению или пренебрежению материалом Самим Богом предназначенную в пищу духа Высшая мудрость, неисповедимая для человека в своих начертаниях Завязала в нас узел земной нашей жизни И не открыв тут же, для чего ей самой нужен этот узел Ясно и внятно для всякого вложила в наш разум и совесть знание способа его развязывать То есть знание истинного смысла жизни А мы вместо того, чтобы покорно и терпеливо исполнять эту высшую волю Хотим разрубить узел, оправдываясь одним лишь незнанием его абсолютного смысла Как будто незнание назначения предмета, выделываемого, например, рабочим на фабрике По точному указанию хозяина Может служить рабочему достаточным стимулом для уничтожения этого предмета Книга «Дух и материя» Ф. Страхова 1899 год, страница 66 Зависит ли психические явления от физических? Самый главный аргумент против материализма заключается в следующем Мы видим, что физиология приводит множество фактов, указывающих на то, что между явлениями физическими и между явлениями психическими Есть постоянная связь Можно сказать, что нет ни одного психического акта, который не сопровождался бы каким-либо физиологическими Отсюда материалисты делали тот вывод, что психические явления зависят от физических Но такое толкование можно было бы давать только в таком случае Если бы психические явления были бы следствиями физических процессов То есть если бы между теми и другими существовало такое же причинное отношение, как между двумя явлениями физической природы Из которых одно есть следствие другого На самом же деле это вовсе неверно Между физическими и психическими процессами не существует никакого причинного отношения Процессы сознания не суть следствия физических процессов По закону причинности, везде принятому в естественных науках Мы можем говорить о причинной связи двух явлений только в том случае, когда действие из причины может быть выведено по определенным законам Такое выведение в собственном смысле возможно только в однородных процессах Это выведение возможно провести во всей области естественных наук Или по крайней мере такое выведение мыслимо Потому что расчленение этих явлений постоянно приводит к процессам движения В которых действие в том смысле эквивалентно своей причине Что при соответствующих условиях причинные отношения можно обратить То есть следствие можно сделать причиной, а причину следствием Так, например, падение какой-либо тяжести с определенной вышины Производит двигательное действие, посредством которого тяжесть такой же величины Может быть поднята на ту же высоту Ясно, что о такой эквивалентности между нашими психическими деятельностями И между сопровождающими их физиологическими процессами не может быть и речи Действиями последних всегда могут быть только процессы физического характера Только благодаря этому и возможно в природе та замкнутая причинная связь Которая находит свое полное выражение в законе сохранения энергии Этот закон нарушался бы всякий раз, когда телесная причина производила бы духовное действие Физический процесс в мозгу образует замкнутую в себе причинную связь Нигде не наступает член, который не был бы физической природы Например, какой-либо человек переходит через улицу Вдруг его называют по имени Он поворачивает голову к тому, кто его зовет Физиолог весь этот процесс мог бы построить чисто механически Он показал бы, каким образом воздействие звуковых волн Слуховой орган возбуждает в слуховом нерве определенный нервный процесс Каким образом этот процесс распространяется к центральному органу Который наконец приходит к иннервации известных групп двигательных нервов Конечным результатом которых оказалось движение головы в том направлении Откуда шли звуковые волны Все эти процессы приходят к физическому прогрессу без всякого перерыва Но кроме того, здесь происходит еще и другой процесс Который физиолог в своих объяснениях не должен принимать в расчет Но о котором он, как мыслящий и объясняющий свои мысли человек, говорит Слуховые ощущения вызвали представление и чувства Он зван и услышал свое имя Он обернулся, чтобы узнать, кто его позвал А затем он увидел там своего старого знакомого Эти процессы совершаются рядом с физическим процессом Но не вмешиваются в него Восприятие и представление не образуют членов физического причинного ряда Они не вмешиваются в процессы физические Животное или человеческое тело, говорит физиолог Геринг Не изменится в глазах физика от того, что животное способно чувствовать удовольствие или боль Что с материальными отправлениями тесно связаны радости и страдания духа Живое воображение и сознание Для него тело остается все той же массой материи Которая подлежит тем же несокрушимым законам Которым подлежит и вещество камня и вещество растения Ни впечатление, ни представление, ни даже сознательная воля Не могут составлять звена этой цепи материальных обстоятельств Образующих физическую жизнь организму Если я отвечаю на заданный мне вопрос То материальный процесс, совершающийся в это время между нервными волокнами органов слуха и мозгов Должен оставаться только материальным Чтобы достигнуть двигательных нервов голосового аппарата Процесс этот не может достигший известной части мозга Внезапно обращаться в нечто невещественное Чтобы по прошествии известного времени В другой части снова принять форму вещественного проявления Если бы теория материалистов была правильна То нужно было бы ожидать, что физический процесс В известных пунктах обнаруживает перерыв А именно там, где в качестве членов причинной связи выступают психические события Если бы нервное движение было причиной ощущения То оно как таковое должно было бы уничтожаться А взамен его должно возникнуть ощущение Но мы легко можем убедиться в том, что это невозможно Если примем в соображение, что может порождать движение вообще Например, движение шара А Имеет своим следствием движение шара Б То есть первое движение пропадает Вместо него возникает определенное движение второго шара Известное движение уже вызывает теплоту То есть движение пропадает Вместо него появляется определенное количество теплоты То же самое должно было бы быть и в нашем случае Вместо уничтожившегося движения должно было бы возникнуть ощущение или представление как его эквивалент Но представление не есть что-либо материальное Поэтому для физики причинная связь имела бы здесь пробел В физическом процессе отсутствовало бы звено Это противоречило бы непрерывности физических процессов, наблюдаемых во всей природе Допущение превращения движения ни в другую форму движения, ни в потенциальную физическую энергию Но в нечто, что физически вообще не существует Есть предположение, которого физик не может допустить Превращение движения или физической энергии в мысль, в чистые процессы сознания Для натуралиста было бы равносильно уничтожению энергии Следовательно, материализм невозможен с точки зрения естествознания Теперь читатель легко может видеть, в какой связи находится материализм и естествознания Можно сказать, что данные естествоведения совсем не подтверждают положение материализма И даже наоборот, наиболее выдающиеся представители естествознания Высказывались против возможности материалистического толкования душевных явлений Назовем такие имена, как Гельмгольца Дюбар Рэймон Фюррарт Лудвик Фик Один из наших русских физиологов Открывая в 1871 году курс физиологии Во вступительной лекции доказывал, что мнение об особенной связи физиологии с материализмом Основано на невежестве И что напротив, естествознание скорее способно указать слабые стороны материализма Английский физик Тед в книге «Новейшие успехи физических знаний» говорит Существует многочисленная группа людей, которые утверждают, что воля и сознание – чисто физические явления Это заблуждение обусловлено тем легковерием, которое характеризует невежество и бездарность Из этого легко видеть, что материализм есть порождение естествоведов А не естествоведение Поэтому ради последовательности материалисту остается признать ощущение первичным свойствам всякой материи Или по крайней мере свойствам материи организованной Но став на эту точку зрения, материализм отказывается от своего основного положения Вот почему Бихнер, желая отстоять свои прежние воззрения, стал на новую точку возражения Воззрение Которое не может быть названо материалистической в строгом смысле этого слова В последнем издании своего «Штофонкрафт» он находит, что признание материи безжизненной совершенно ни на чем не основано По его мнению, материи как таковой должны быть приписаны наряду с физическими свойствами и свойства психические Здесь мы у него находим вставки, находящиеся в прямом противоречии с положением чистого материализма Что мысль есть функция материи Что можно было бы признать в том случае, если бы мы допустили одну субстанцию в мире, материальную У Бихнера мы находим признание субстанции, но не материальной Мышление и протяженность, говорит он, могут быть рассматриваемы как две стороны Или способы явления одного и того же, единичного существа Каковое существо, однако, по своей природе остается неизвестным Дух и природа, в конце концов, одно и то же Это монистическая точка зрения, которая никак не может быть связана с материализмом И к которой должен был прибегнуть Бихнер, чтобы отстоять частности материалистического учения По нашему мнению, самым неопровержимым образом доказывает полную несостоятельность этого учения в его ходячей форме Свойства души, ее природно, ей природно схема вещей мира Ясно свидетельствует о ее духовности и разумности Воспитание и обучение слепорожденных И изумительные результаты, достигаемые этим воспитанием и обучением Не могут не свидетельствовать о прирожденном в человеческом сознании идиоме схем Пояснение Когда я представляю себе треугольник Я не назначаю ему воображением величину определенную Но представляю себе процесс, которым могу провести в пространстве какие-либо три линии, встречающие между собою Встречающиеся в трех точках Вот это будет схема Не существует, например, изображение треугольника Которое когда-либо могло быть подходящим концепту треугольника вообще Изображение треугольника есть действительно всегда изображение треугольника или прямоугольного, или астроугольного, или прочее Между тем, как схема треугольника обнимает все эти фигуры Схема, стало быть, может существовать не иначе, как в мысли Изображение есть эмпирический продукт производительного воображения Схема есть продукт чистого воображения, которое само делает возможным изображение При отсутствии такого идиома в человеческом сознании Добываемое воспитанием и обучением Успехи не были бы возможны Человеческий мир оставался бы Весьма многом, совершенно чужим слепорожденному Здесь нельзя не вспомнить о долженствующей быть известной ученому миру Лауре Бриджмен Почти с самого рождения слепой, глухонемой и лишенной обоняния девушки Пояснение Ученые нашего времени, большинство которых состоит из сторонников механического объяснения явлений жизни Как бы умышленно игнорирует Лауру Бриджмен Несмотря на свое чрезвычайное и интересное для ученого содержание книга Весьма мало распространена Опасается, вероятно, встретиться с неоспоримыми фактами Которые не поддаются механическому объяснению И явно находятся в противоречии с теориями механического объяснения явлений жизни Истинная наука берет в соображение все представляющиеся ей факты А не устраняет те из них, которые не укладываются в намеченные наперед рамки Разумное, благодетельное и любящее воспитание и обучение Приют для слепых в городе Бастонии в северо-американских штатах Сделали то, что она своевременно выучилась не только читать и писать Но была ознакомлена с грамматикой, арифметикой, алгеброй, историей, географией Она писала свой дневник Прожила Лаура около 60 лет Родилась в 1829-м, скончалась в 1889-м году По окончании своего воспитания и обучения она жила в течение более 40 лет В дружеских интимных отношениях с бывшей своей учительницей, мистерис Лампсон Время они проводили в рукоделии и в чтении, которое Лаура страстно любила Мистерис Лампсон дает по этому предмету следующие подробности Меня, может быть, спросили вы, каким образом вы читаете книги Лаури? Представьте себе, что я сижу с левой стороны, держу книгу своей левой рукой И складываю слова моей правой рукой Вот то, что приходится мне делать Все остальное это уже делала Лаура При пособии своей правой руки, которую она слегка шелестит около моих пальцев И шелестит всегда не настолько сильно, чтобы препятствовать или мешать их движениям Она складывает или скорее читает слова При этом она кажется не более имеющей сознание о каждой букве, чем и мы Когда читаем нашими глазами Как бы быстро ни говорили пальцами Быстрота никогда не оказывается для Лаура настолько великою Чтобы она не могла понимать А я говорю ей с быстротой, вероятно, большей той быстроты С какой глаз может читать слова Говоря в продолжении года Более моими пальцами, чем моим языком Я приобрела такую привычку, что могла убедиться на опыте в следующем Когда какое-либо лицо, сидя близ меня, читает громко Я не могу переводить чтение этого лица пальцами С такой скоростью, с какой оно читает Но если тоже лицо читает перед многочисленным собранием слушателей То я могу следовать за читающим и повторять Лауре каждое слово при пособии моих пальцев В этом случае, впрочем, складывать есть не более акт сознания для нас Как и тогда, когда мы, нормальные люди, читаем нашими глазами Слепая и глухонемая от рождения Лаура Страстно интересовалась чтением Не ясно ли поэтому, что она, Лаура Недоступная ни свету, ни звуку Лишенная почти от рождения главнейших проводников сообщения с внешним миром Имела, однако, представление о нем Подобное тому представлению, какое имеем мы, обладающие всеми чувствами Иначе, каким образом Лаура могла бы страстно интересоваться чтением о том Что, во всяком случае, касается нашего человеческого мира Или к нему относиться Диккенс, в очерках своего путешествия в Соединенных Штатах Северной Америки Говорит подробно и с большим одушевлением о Лауре Лоре Бриджмен Который видел девочкой 12 лет и об ее воспитании Я сидел в другой комнате против слепой, глухонемой и лишенной обоняния девочки Прекрасного существа, полного всех человеческих способностей Заключенных в нежном тельце Но владеющего только одним из пяти чувств, чувством осязания Вот она передо мною, как мраморная статуя, недоступная ни свету, ни звуку Пока я так смотрел на нее, ей подали что-то Лицо ее осветилось удовольствием Волосы, собственной рукой ее были заплетены и заложены вокруг головы Развитие мыслительной способности, которые ясно выражались изящными линиями черепа и высоким открытым лгом Платье ее, сшитое ей самою, могло служить обращиком опрятости и простоты Работа ее, вязание, лежало близ нее А тетрадка ее же находилась на столе, на которой она облокотилась Из среды лишений поднялось это кроткое, нежное, непорочное, благодарное существо Подобно всем другим, на глазах у нее была надета зеленая повязка Кукла, одетая ей, лежала тут же на полу Я поднял ее и увидел, что девочка и ей на глаза надела такую же повязку Лаура сидела в небольшом углублении комнаты и писала свой дневник Наскоро окончив это занятие, она деятельно принесла сделать разные сообщения насчет чего-то Сидевшая рядом с ней учительница Имя ее великого друга, учителя и благодетеля, Гоа Он доктор Рассказывая о воспитании Лауры, он написал, между прочим, ниже следующее Но бессмертная душа ее не могла умереть Не могла быть изувечена или искажена И хотя многие проводники сообщения ее с внешним миром и были уничтожены Там, тем не менее, внутренняя жизнь стала проявляться посредством других И сочинение Панаева, и свет жизни Критический взгляд на эволюционную теорию О Дарвине и Дарвинизме теперь в обществе распространены весьма неверные понятия Теория Дарвина в сущности сводится к двум главным положениям О происхождении видов и происхождении человека По первой теории, возможно допустить Что из мыши или крысы мог образоваться слон или бегемот По второе, что человек, быть может, находится в близком, хотя и не особенно приятном родстве Не только с обезьяной, но даже хуже того с крысой, мышью Со всем, чем хотите, наконец, пресловутой протоплазмой Допустим, что все это так, и есть на самом деле Эволюционная теория предлагает, прежде всего, весьма большое количество времени Но все это противоречит ли Библии? В первой главе книги «Бытия» сотворение мира говорится И сказал Бог, да будет свет И стал свет, и было утро, был вечер, день первый И так далее До не особенно давнего времени Наши богословы понимали дни творения не иначе Как только буквально в смысле земных дней Но справедливо ли исключительно такое понимание? Библейский рассказ о сотворении земли И человек огласит следующее В начале не было ни дней, ни времени Когда Бог сотворил небо, то есть невидимый мир А затем и землю Земля была невидима и неустроена И животворящий дух Божий носился над водою Которая выше названа землею И вливал в нее живоносную силу И сказал Бог, да будет свет И стал свет Бог отделил свет от тьмы Свет назвал днем от тьмы ночи Был вечер и было утро, день один Во второй день Бог сказал, да будет твердь посреди воды В третий Бог сказал, да соберется вода, которая под небом в одно место И да явится суша В четвертый день Бог сказал, да будут светила на тверде небесной Чтобы светить на землю И только в этот день по библейскому сказанию Появились солнце, луна и звезды Очевидно, что первые четыре дня творения Отнюдь нельзя понимать в смысле наших земных дней Ибо при отсутствии солнца Нельзя же было считать время солнечными днями Поэтому по дням творения надо понимать целые периоды Которые могли длиться хотя бы десятки и сотни миллионов Даже миллиардов лет Существование периодов можно допустить еще по многим причинам В Библии прямо сказано У Господа один день как тысячи лет Это значит, что для Бога между тысячей дней и одним днем Нет существенной разницы Математика в совершенной точности доказывает нам Что между ста миллионами лет и одной сто миллионами секунды Нет никакой разницы при сравнении тех величин с вечностью В высшей математике доказывается, что даже параллельные линии сходятся В бесконечности Постичь это нам трудно Но неумолимая математическая логика побуждает нас это допустить И как часто, как необходимы эти допущения, когда мы становимся лицом к лицу С теми непонятными для нас словами, каковы вечность, бесконечность В этот безбрежный и таинственный океан многие бросаются, очертя голову И лишь изучение того, что Гумбольд назвал космосом Всего красноречивее убеждает нас Что если мир так божественно прекрасен И в великом, и в малом То не может же быть, чтобы и мы, разумные существа Появились на земле случайно Зачем же нам быть утопленником В этом безбрежном океане вечности Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому